Друзья, перед нами Дашенька. Это название компании вашей, да? Да, Cinemode. Cinemode. Это портативные семейные кинотеатры. Кинотеатры? Да, такой небольшой кубик. Кубик? Кубик, проектор, загружен внутрь контент. Контент с флешки, например, да, или как? Контент уже загружен нами внутрь, а также можно загрузить флешки, загрузить на флешки внутрь, то, что вам нравится. Тильмы, клипы, поэтому можно использовать не только для детей, но и для себя. А может на большой экран может? На большой экран может? Или как его смотреть? Смотреть можно, собственно, на белой стене. Можно взять кубик и смотреть. На потолке. Можно взять кубики на потолок, а также для наших первых покупателей, которые сейчас делают... Так, ребята, смотрим. Это с той стороны идет, а мы видим уже... Да, это называется пленка обратной проекции. Она будет входить в набор для тех, кто сейчас сделает заказ на Indiegogo. И по чем вещь? Сейчас можно купить с большой скидкой, стоит 229 долларов в ритейле на пол, когда мы появимся осенью. То есть реально продается? Да, да. То есть сейчас мы собираем предзаказы. Первая версия продюска уже распродана в России. И в странах, в СНК, продали за 10 месяцев. А как быть с приобретением? Я понимаю, я плачу 229 долларов, и она приходит с каким-то контентом. А если я хочу удвоить, удвоить, удесетерить, я где беру контент и что это мне стоит? Мы сработаем над своей библиотекой СКА, закопчаемся с контентными провайдерами, чтобы сделать библиотеку большой, чтобы был такой выбор. То есть, по сути, это будет такой антикс для детей и родителей, с развивающим контентом. Мы исходим программу для детского развития от 0 до 10 лет. И контент, в зависимости от возраста ребенка и его интересов, будет фильтрованно. То есть родителям была классная подсказка, что понадобится в определенном возрасте, чтобы ребенок не только смотрел и развлекался, но и обучался. А вы как стартап такой, да? Да. Как давно вы стартапите? Мы начали продажи в феврале 2015 года. А разработку? А разработка, естественно, началась задолго до этого. То есть, где вынашивалась порядка двух лет, собиралась команда, тестировались и пользовались, и в момент, когда мы были готовы, запустили первый проект. Эта версия, это уже вторая версия нашей команды, вторая версия продукта, она меньше, ярче, у него новые технические характеристики, и у него классный дизайн. Да, очень симпатичный. Спасибо. Мы приклеили новую душу к дизайнеру в России, его зовут Ярослав Растанин, и он создал потрясающий кубик, а также чекол. Постойте, а это к нему какие-то насадки там, да? Чекол. Это умный чекол. Каждый раз, когда вы надеваете чекол на кубик, кубик его распознает по NFC-метке и загружает прям внутрь в библиотеку. Вау. То есть это совершенно новый способ монетизации контента. То есть вот эти магнитные нашлепочки там на конце, да? Ну, это вот эта бета-версия, да. Считывается, считывается вот эта часть, да? Да. Окей. То есть там внутри будет место. А вот это что такое? Это одна из разработок, мы думаем, от различных вариантов чекол. В том числе у меня есть несколько. А все? Ой. С крылышками. Так. Что они могут выглядеть совершенно по-разному. А еще, мне кажется, было бы сквозь взять вот один из моих любимых. Так, смотрим. Что вы хотите сделать? Какой любимый? С рожками? Да. Крисно сидишь. Олежка такая. Будут мультики разных концептов кровообладателей, которые специально подобраны по дрождественскому состоянию. Окей. Окей. Дашенька, спасибо большое. А вы где находитесь географически? Географически мы чаще всего, наша команда находится в самолете. Нет, ну а офис есть у компании? Мы базируемся в Москве и недавно открыли офис в Сан-Франциско. То есть инкорпорированы вы в Сан-Франциско? То есть инвесторы вам дают деньги не под московскую компанию, а под американскую? Да, мы открыли американскую компанию. Ну да. Собственно, сейчас мы развиваемся в этом направлении. А где живете в Москве? Где именно в Москве? Нет, ну в районах. В самом центре снимаем офис ЦЭК, достаточно известный в стартаперской тусовке ЦЭК и ФРИ на седьмом этаже. Поэтому получается, что мы не просто там работаем, а мы работаем среди таких же стартапов, делимся идеями, вдохновением. Спасибо. Ну что же, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.